Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Главнокомандующий Вооруженными Силами Аслан Бжаня принял участие в торжественном собрании Министерства Обороны. Ряд важных постановлений приняли члены правительства на заседании Кабинета Министров. В 14-й средней школе города Сухум близятся к завершению масштабные ремонтные работы. На платформе станции Аббата идут восстановительные работы. В эти дни, 31 год назад, бойцы абхазской армии продолжали развивать успешное наступление. 26 сентября на Гумистинском фронте абхазские отряды атаковали противника в новом районе столицы со стороны переходного моста на старом поселке. Со стороны ПТУ абхазские подразделения с боями дошли до здания 20-й средней школы. Основные силы противника засели в здании школы номер 15, но после артобстрела и атаки мотострелков грузины стали убегать также из района Маяка и массива Гумисты. Параллельно другие абхазские подразделения с боями спустились с Личкопского кладбища к вокзалу и улице Чочва. Обойдя противника, абхазские подразделения заняли позиции напротив ЖД-платформы. На Восточном фронте на участке Гарем-Дача шли тяжелые бои с пехотой и бронетехникой противника, которые он применял массированно на узких направлениях. В течение всего дня 26 сентября противник предпринял две атаки с целью прорыва обороны абхазских бойцов. Каждой атаке предшествовал артобстрел из гаубиц и минометов. Два раза танкам противника удавалось врываться в боевые порядки Восточного фронта и буквально утюжить окопы. Но все атаки были отражены. Противник так и не сумел деблокировать трассу. Потеряв свыше 7 единиц бронетехники подбитыми и сгоревшими, и около 300 человек убитыми и ранеными, противник отступил. Абхазскими отрядами был захвачен один вражеский танк и примерно 50 единиц стрелкового оружия. До дня победы оставалось 4 дня. Главнокомандующий вооруженными силами Аслан Жаня принял участие в торжественном собрании, которое прошло в Министерстве обороны в преддверии 31-й годовщины победы в Отечественной войне. Репортаж Гугу Цивардания. Торжественное собрание в Министерстве обороны посвящено 31-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Личный состав вооруженных сил страны встречает главнокомандующего республики Аслан Абжане. Указанная категория военнослужащих, гражданского персонала приглашенная на торжественное собрание, посвященное 31-й годовщине победы в Отечественной войне Абхазии, собран первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Цивардов. Спасибо. Товарищи офицеры, Для меня, как главнокомандующего вооруженными силами, большая честь в преддверии Великого Праздника, Дня Победы и Независимости, встретиться с вами, защитниками Родины. Прошел 31 год с того дня, как наши доблестные воины под командованием национального лидера Владислава Ардзенба освободили Абхазию от грузинских оккупантов. Многие из тех, кто сидит в этом зале, принимали участие в Отечественной войне, героически сражались за свободу родной земли. Вы по-прежнему в строю передаете свой опыт и знания молодому поколению. Ваш жизненный путь является ярким примером бескорыстного служения Отечеству. В канун Дня Победы в Отечественной войне мы обязаны вспомнить тех, кто отдал свои молодые жизни за свободу Абхазии. Мы преклоняем перед их светлой памятью свои головы. Бесконечно благодарны отцам и матерям, воспитавших бесстрашных героев. Товарищи офицеры, страна гордится вами, верными солдатами Родины. Вооруженные силы Абхазии совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняют рубежи нашего государства. Руководство страны делает все возможное для улучшения материально-пехнического обеспечения нашей армии. И в этом направлении работа будет продолжена. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с праздником, Днем Победы и Независимости. Желаю каждому военнослужащему крепкого здоровья, успехов и благополучия, мира и процветания нашим семьям. С праздником, дорогие друзья! На помощь абхазскому народу в тяжелые и кровопролитные дни пришли добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России, Приднестровья, представителей зарубежных диаспор. Добровольцы первых дней войны, несмотря на чили мы и им препятствия, прибивали к нам, чтобы вместе с нами, с нашим народом, отстоять свободу, независимость, государственность Абхазии. Решающий вклад в победу внес наш народ и его вооруженные силы. Светлую память храним мы по выдающейся стенах Абхазии, сноволожника современного абхазского государства, главнокомандующего вооруженными силами, руководителя освободительной войны Владислава Григорьевича Адзинда. Благодаря таланту, политике, твердости духа, ответственности за судьбу народа ему удалось довести навязанную войну до победного конца. Мы бережно храним память о втором президенте Абхазии Сергея Васильевича Богабша, под руководством которого в 2008 году враг был изгнан в верхней части Кадрунского ущелья. Два наших лидера сумели сделать все от них зависящее, чтобы вековая мечта абхазского народа осуществилась. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер Гордина Леона, генерал-майор, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарик Купалба поздравил собравшихся с наступающим Днём Победы. 31 год прошел со дня окончания войны. Но мы, я думаю, что присутствующие здесь и все население помнят те дни, когда начиналась Отечественная война народа Абхазии. Когда, как один, встали в ряды защитников, независимо от национальности, всех жителей Абхазии. Еще раз самого доброго вам. Также хочу передать вам большой привет от ваших коллег с Приднестровской Молдавской Республики. Судьба наша похожа. Там, как и здесь, в 92-м году, также прошли боевые действия. Там такие же потери. Самого доброго, счастья и благополучия. Указом президента Республики Абхазия полковники Вадим Куртава и Давид Пжания удостоены очередного воинского звания генерал-майор. Семенокомандующий вооруженными силами полковник Куртава для поручения очередного воинского звания генерал-майор впрыгал. Клужу Республики Абхазия. Семенокомандующий полковник Республики Абхазия полковник Куртава и Давид Пжания по случаю присвоения генерал-майор-майор. Генеральное звание майор указом министра обороны присвоено Беслану Габилая. Торжественное собрание, посвященное 31-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии, завершилось праздничным концертом с участием артистов абхазской эстрады. Гугу Савардания, Сергей Каджая, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Генеральная репетиция парада в честь 31-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии прошла в Сухуме. Подразделения Сухумского гарнизона Минобороны Республики Абхазия, 7-й российской военной базы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии прошли торжественным маршем по улице Айдглера у парка Славы. В торжественном прохождении участвует более 500 военнослужащих. Подготовка началась два месяца тому назад. Каждую пятницу мы здесь непосредственно на площади готовились. Воинские части для слаживания коробок, которые здесь участвуют в течение недели, уже в вечернее время, в утреннее время, в часы, когда они свободны от боевой подготовки, проводились занятия по строевой подготовке. Подготовлены сегодня представлены воинские части подразделения Сухумского гарнизона. Также в торжественном марше участвует коробка от 7-й российской военной базы и пограничного управления ФСБ России. Подготовка проводилась интенсивно, еженедельно тренировались, результаты есть хорошие. Хорошие, всех приглашаем посмотреть. Первая коробка, вторая коробка. Парад – это все же таки зрелище, это синхронность, это однообразие движений строевых. Я думаю, что нашему народу понравится, и это показатель нашей силы, нашей мощи, нашей готовности защитить нашу страну. Руководить подготовкой парадных расчетов первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Цвиж. Не стала классика абхазской литературы Мушни Ласурия. 16 января этого года ему исполнилось 86 лет. Несмотря на солидный возраст, Ласурия продолжал активную работу, исследовал национальную литературу, писал стихи, переводил пластырь на абхазский, руководил отделом литературы Абиги. Мушни Ласурия – народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена Ахцапша первой степени, лауреат многочисленных премий. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил его медалью Пушкина за перевод Евгения Онегина на абхазский язык. Акция «Бессмертный полк» пройдет в Сухуми в День Победы 30 сентября. В ней примут участие ветераны, родственники погибших, старшеклассники, студенты. Сбор участников в 9 часов утра на площади Свободы. Шествие начнется в 11 часов. В этом году маршрут изменен. Колонна спустится по улице Айтглора к мемориалу славы, пройдет по улицам Лакоба, Леона и Гулия. Принято решение, что по старому маршруту «Бессмертный полк» будет проходить только в юбилейные даты. Акция организована Музеем боевой славы и Коскомспорта Абхазии. Обязательным порядком приглашаем присоединиться к акции родственников, у которых на руках есть фотографии погибших воинов, членов семьи. Большая просьба к родственникам, желающим принять участие в акции, чьи фотографии находятся в архиве «Бессмертного полка». Прибыть на месте сбора площадь Свободы чуть раньше, с 9 часов. Потому что с половины десятого мы будем уже раздавать фотографии молодому поколению. Они являются нашими преемниками, и мы должны им передать ответственность за проведение таких акций, посвященных памяти погибших воинов. Сохранение истории. Мы обязались сделать все, что мы можем, и передаем дальше эстафету. В 11.00 колонна должна прибыть на пересечении улиц Ардзенба и Айтгалера. И как только мы получим команду «Старт», мы начинаем шествие по улице Айтгалера к парку Славы. У парка Славы мы замедлим шествие, приостанавливаясь на несколько секунд, чтобы дать дан и почтить память героев, защищавших Родину. Далее мы двигаемся по улице Лакоба, переходим на улицу Леона, далее по улице Гулия и возвращаемся на площадь Свободы. И здесь и завершается акция «Бессмертный полк». Кроме всех тех, кто участвовал в организации акции «Бессмертный полк», я бы хотела поблагодарить от своего имени и от имени коллектива Государственного музея боевой славы общество с ограниченной ответственностью «Города Экспресс», которое нам обеспечило транспорт. И П-чантория, которая нам помогла денежными средствами. Торжественный прием в честь 31-й годовщины Дня Победы и независимости Абхазии прошел в Москве. Мероприятие было организовано посольством Республики Абхазия в Российской Федерации. Официальную часть дипломатического приема вступительной речью открыл чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Алхас Квицине. Он рассказал об истории войны народа Абхазии, о роли Российской Федерации в сохранении и укреплении нашей государственности. От лица МИД России с приветственной речью выступил директор 4-го департамента страны МИД России Денис Гончар, который поблагодарил за традиционное абхазское гостеприимство, передал от руководства МИД России поздравления и пожелания счастья, мира и просветания Абхазии и ее народу. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Уважаемые гости, друзья, сегодняшний праздник – День Победы и Независимости – это главный государственный праздник Республики Абхазия, объединяет всех, кто чтит славную историю своей отчизны и верит в ее достойное будущее. И мы безмерно благодарны всем вам, нашим друзьям, которые сделали возможным этот день. С праздником! Еще раз поздравляю всех нас, народа Республики Абхазия, всех ветеранов, добровольцев, всех друзей нашей Абсны с этим великим днем. Сегодня Абхазия – это самостоятельное и суверенное государство со своими традициями и укладом жизни. Отрадно, что между нашими странами сложился высокий уровень стратегических, партнерских и союзических отношений. Глубоко ценим поддержку Сухума спецопераций на Украине. Граждане Абхазии принимают участие в СОО ради нашей общей безопасности. С удовлетворением отмечаем динамичное расширение связей в торгово-экономической, социальной, гуманитарной, оборонной областях. Общими силами решаются задачи обеспечения безопасности, развития социальных институтов, модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры, стабилизации финансового сектора. Эффективно координируются шаги на международной арене. Наращиваются контакты Абхазии с государствами из разных регионов мира. Продолжаем оказывать этому процессу активное содействие. Даже между самыми близкими людьми порой могут возникать недопонимания и шаховатости. Однако непреодолимых проблем между нами нет и быть не может. Как справедливо отметил в своем выступлении 19 сентября президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания, взятые нами взаимные обязательства отвечают в интересах народов обеих стран и поэтому должны выполняться. Знаю, что аналогичный посыл лег в основу к поздравлению российского руководства абхазским коллегам по случаю Дня Победы и Независимости. Рассчитываем в этом связи на ускорение решений остающихся задач на основании заключенных между нашими странами международных правовых договоренностей. Вместе мы продолжим комплексно развивать двустороннее сотрудничество, находя компромиссные и устраивающие обе стороны решения имеющихся вопросов, укреплять стабильность на Южном Кавказе, добиваться широкого международного признания Абхазии. Заседание единого штаба поддержки и помощи Донбассу в Республике Абхазия прошло в Национальной библиотеке имени Папаскир. В заседании приняли участие представители из районов Абхазии, а также Москвы, Ростова-на-Дону, Таганрога, Донбасса и Карачаева-Черкесии. Участники встречи обсудили текущую ситуацию на Донбассе и в Курской области, а также оказываемую помощь фронту и взаимодействию с регионами России. Руководство штаба поблагодарило всех неравнодушных граждан и организации за помощь в это непростое время. Также в рамках мероприятия прошла церемония награждения ветеранов-добровольцев Донбасса и волонтеров штаба. В преддверии Дня освобождения нашей столицы мы проводим награждения ветеранов Отечественной военной народы Абхазии. Это медали Министерства обороны и госнаграды. И общественные награды также нашей организации, недавно созданной международной общественной организацией Доброволец. То есть мы объединяем сегодня людей и тех, кто воюет на Донбассе, кто помогает из нашей республики Донецкой и Луганской республикам, а сейчас и Курской. И также людям, которые прошли наши события. Мы всестороннюю помощь оказываем, начиная с добровольческой помощи и заканчивая помощью вещевой, продуктовой, финансовой. Помощь разная. Сотрудники МВД будут нести усиленную службу в период празднования Дня освобождения Сухума и Дня Победы. По словам главы столичного УВД Астамура Хагуш, вырастет число экипажей ДПС и ППС, нарядов пеших патрулей и оперативных служб. Особое внимание будет направлено на выявление нетрезвых водителей и злостных нарушителей ПДД. Кроме того, Хагуш напомнил, что за выстрелы в общественных местах может грозить административная и даже уголовная ответственность. Сотрудники милиции задержали богателия Ираклия Нукзаровича, который разыскивается в связи с ситуацией, произошедшей 24 сентября в Агу. Как сообщалось ранее, Ираклий богателия перед одной из учебных аудиторий на почве личных неприязненных отношений ударил по лицу архимандрита Дорофея. Завтра столица нашей родины Сухум будет отмечать 31 годовщину со дня освобождения от грузинских оккупантов. В Сухуме пройдут памятные и праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате. Традиционно они начнутся в 10 часов утра с возложения цветов к мемориалу погибших защитников Отечества в Парке Славы. В 11 часов в шахматной школе начнется детский рейтинговый турнир. В это же время в парке Эфрема Эшба стартует соревнование по национальным видам спорта. В парке у драмтеатра детский пленэр. А на площади Багапша военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы». В 14 часов на мини-футбольном поле у Савмина состоится товарищеский матч между командами ветеранов войны. А вечером в Абхазской государственной филармонии состоится праздничный концерт. Начало в 18 часов. Ряд важных постановлений приняли члены правительства на заседании Кабинета министра. В их числе постановление об установлении ежемесячного государственного пособия гражданам, нуждающимся в социальной помощи и защите из расчета 2000 рублей на человека. Также одобрен проект закона об увеличении расходов дорожного фонда на 27,7 миллионов рублей. И установлены минимальные закупочные цены на цитрусовые плоды урожая этого года. Из зала заседания правительства Рада Чачава. В повестке очередного заседания Кабинета министров 15 вопросов. Началось заседание с представления дополнительной повестки. Министр здравоохранения Эдуард Будба зачитал положение о порядке оказания психиатрической помощи. Документ устанавливает основания и порядок оказания психиатрической помощи, в том числе принудительной госпитализации больных с психиатрическими расстройствами, права и обязанности медицинского персонала, права психиатрических больных, обязанности государственных органов и организаций в области защиты прав и законных интересов этой категории пациентов, а также порядок защиты населения от их опасных действий. Положение было утверждено Кабмином. Проектом положения также устанавливаются порядок и условия проведения психиатрического освидетельства диспансерного наблюдения, вопросы оказания психиатрической помощи в амбулаторных условиях, основания для госпитализации медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, в том числе в недобровольном порядке. Проектом положения определены принципы оказания психиатрической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, а именно принципы, как законность, туманность, соблюдение прав человека и гражданина. Распоряжение о средствах, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году, представил министр финансов Владимир Делба. Оно касается сумм, выделенных на возобновление работы Сухумского аэропорта. Министерство финансов поручается обеспечить казначейское сопровождение средств, направляемых Черноморэнерго, в качестве субсидий из республиканского бюджета на проведение работ по обеспечению объекта электроэнергии. По словам Владимира Делба, первый платеж в размере 25 миллионов рублей уже осуществлен. Любые средства, которые в рамках этого соглашения могут направляться из бюджетной системы, теперь в случае принятия документа будут подлежать казначейскому сопровождению. Что это означает? Счета Черноморэнерго будут открыты в Национальном банке и подлежат учету казначейства. Это повысит, как я сказал, целевой характер, эффективность. И ни в коем случае, никогда, в принципе, не позволит отвлекать эти средства на какие-либо иные цели. Правительством установлена минимальная закупочная цена на цитрусовые – 45 рублей за 1 килограмм мандаринов и апельсинов, 42 рубля за 1 килограмм лимонов, 10 рублей за 1 килограмм нестандартных плодов. Как отметил министр сельского хозяйства Беслан Джопова, в этом году ожидается порядка 37 тысяч тонн урожая. Кабинет министров утвердил перечень специалистов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Абхазии. Постановление, касающееся социальной поддержки государства, было представлено министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба. Теперь ежемесячное пособие гражданам Абхазии, а также иностранным гражданам, либо лицам безгражданства, имеющим действительный вид на жительство в республике, нуждающимся в социальной помощи и защите, устанавливается из расчета 2 тысяч рублей на человека. Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года. В категорию граждан, нуждающихся в ежемесячном государственном пособии, входят одинокие нетрудоспособные инвалиды 1-2 группы любой возрастной категории, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, трудоспособные неработающие лица, осуществляющие уход за совместно проживающими инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами до 18 лет, детьми до 3 лет, престарелыми гражданами старше 80 лет, а также одинокие граждане старше 80 лет, неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, студенты из неполных семей, студенты из многодетных семей. Правительство утвердило новые границы Дендрологического парка Ботанического института Академии наук Абхазии. Общая площадь парка теперь составляет 64 гектара. По поручению премьер-министра была создана рабочая комиссия в целях уточнения границ особо охраняемой природной территории. Раньше не вся территория парка была огорожена и находилась под охраной, из-за чего время от времени люди пытались ее застроить. Александр Анкваб дал поручение решить вопрос расчистки территории совместно со специалистами и оградить парк. Он особо подчеркнул, что Министерство финансов найдет на данную цель необходимые средства. Ведь сохранить Дендропарк, Питсунскую рощу и другие ценные абхазские земли – архиважный вопрос. Очень плохие инициативы будем пресекать на корню. Это даже не обсуждается. Но нужна ваша поддержка, ученых и специалистов. Ваша поддержка. Шашлыки жарить в заповедных местах, кататься на машинах, самовольные постройки осуществлять – недопустимо. Пресекать будем. Вы давали получение. Будем ограждать. Материалы, что нужно, сколько нужно, какие материалы нужно использовать. И мы закроем эту территорию. Я думаю, это очень правильное и важное решение. Далее правительством был утвержден план совместных мероприятий в области статистики на 2025-2027 годы. Госкомитет Абхазии, Федеральная служба госстатистики России. Как отметила председатель Госкомитета по статистике Камагогия, в плане 14 пунктов, согласованных с Росстатом. В этой программе совместных мероприятий мы принимали буквально месяцев 2-3 тому назад порядок предоставления ведомственной статистической отчетности. У нас есть проблемы, связанные с методологией и вообще ведомственной отраслевой статистикой. Эти пункты тоже вошли в план совместных мероприятий. Также вошли вопросы, касаемые методологии, инструкции, вопросы проведения сельхозпереписи, вопросы проведения инвентаризации жилищного фонда, вопросы, связанные с такими новыми отраслями для нас статистики, как статистика связи, энергетики, вопросы выборочного обследования занятости безработицы, вопросы полного отражения экономической деятельности. Это выборочное обследование неформальной, скрытой, теневой экономики. Как отметила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, проводимая комитетом работа значительно поможет в работе Минека и даст возможность получать более актуальную, точную информацию. Далее Кабинет министров утвердил изменения, вносимые в постановление о порядке оформления разграничения госсобственности и формирования реестра собственности. В приложении к постановлению указаны четыре объекта. Здание правительственной связи в Гагрском районе, которое передается администрации района, и административное здание Абхазской табачной станции в Сухумском районе, которое возвращается в ведение Академии наук, а также два жилых объекта. Решением Кабинета министров расходную часть бюджета Дорожного фонда Абхазии увеличили на 27 миллионов 700 тысяч рублей. Данная сумма находится в остатке средств на 1.01.2024 года. Для того, чтобы была возможность осваивать эти средства, предлагается внести его в расходную часть бюджета, увеличив ее до 157 миллионов в целом. Кабинет министров внес изменения в постановление о порядке заготовки и вывоза за пределы республики особо ценных декоративных и интродуцированных растений и принял ряд решений по земельным вопросам. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отмечает юбилей. Владимир Валерьевич начал свою трудовую деятельность в должности ведущего специалиста контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Абхазии. В 2000 году был назначен заместителем начальника контрольно-ревизионного управления, затем замминистра финансов республики. В 2011-2015 годах вице-премьер министр финансов. С 2014 по 2020 годы проректор по экономическим вопросам и международным связям АГУ. С апреля 2020 года вновь занял должность министра финансов Абхазии. Коллектив Абхазского телевидения поздравляет Владимира Валерьевича с юбилеем. Мы ценим и благодарим вас за профессионализм, честное служение своему народу, за ваши человеческие качества. От всей души пожелаем вам крепкого здоровья, успехов в нелегком труде, благополучия и мира. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил Валентину Матвиенко с избранием на пост председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В поздравителем адресе Лаша Ашуба отметил, что парламент Абхазии высоко ценит личный вклад Валентины Матвиенко в укрепление отношений дружбы между Республикой Абхазии и Российской Федерации и выражает свою готовность к дальнейшей совместной работе по развитию Абхазо-российского сотрудничества. Вопросы научно-образовательных и молодежных обменов обсудили спикер Народного собрания Лаша Ашуба, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Абхазии Владислав Куликов. Во встрече также приняли участие депутаты Ливон Галустян, Винори Бебиа и сотрудники представительства. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кубахидзе в ходе его выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября этого года. В очередной раз услышали из раза в раз повторяющуюся риторику грузинского руководства с одними и теми же мифическими терминами. «Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов при преодолении прошлого», говорится в комментарии МИД. МИД Абхазии вновь призывает Грузию подписать юридически обязывающие документы о неприменении силы и признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. По решению руководства администрации Сухумского района Ишерская средняя школа названа именем выдающегося государственного и политического деятеля, основателя современного Абхазского государства, первого президента Республики Абхазия Владислава Арденба. Первый президент Абхазии окончил Ишерскую школу. Также его отец Арденба Григорий Константинович многие годы проработал здесь преподавателем истории и завучем. Его мать Языч Банадежда Шабановна работала в школе деловодом. На сегодняшний день по поручению президента Асланабжания в школе ведутся ремонтные работы. Обновляется фасад здания, производится капитальный ремонт трех кабинетов и спортивного зала. В 14-й средней школе города Сухум близится к завершению масштабной ремонтной работы. Ремонт, начавшийся в феврале этого года, планировалось завершить к 1 сентября. Однако по объективным причинам сроки сдвинулись. Обо всем подробно в материале Заура Кварча. Впервые со времени основания в 1961 году в средней школе номер 14 проводятся столь масштабные ремонтные работы. Большая часть этих изменений стала возможна благодаря инициативе депутата Лаши Ашуба, который обратился к главе города Сухум Беслану Эшба. Заказчиком работ выступает Горстройпроекта, исполнителем подрядной организации «Зеленый город». Средства на ремонтные работы выделены из бюджета столичной администрации. Заместитель директора по учебно-воспитательной части Аира Авицба отметила, что многие годы администрация школы, в которой на сегодняшний день обучается 530 детей, пыталась добиться проведения капитального ремонта. Начиная с послевоенных времен, наш спортзал находился в аварийном состоянии, ввиду того, что устарели коммуникации, которые проходят по территории спортзала. Поэтому, естественно, в послевоенное время спортзал не функционировал, и уроки физкультуры проводились, соответственно, на улице. Поэтому на протяжении многих лет мы писали письма с целью оказания помощи нам в восстановлении. Письма на имя администрации города, соответственно, мы и туда обращались. В общем, во все инстанции, честно говоря, и в республиканские фонды, всем, кому могли. И вот, к нашему счастью, в прошлом году на нашу просьбу откликнулись. То есть была составлена проектно-смехная документация, начаты ремонтные работы. Ремонтные работы, начавшиеся в феврале этого года, планировалось завершить к первому сентября. Однако, возникли непредвиденные сложности. В школе параллельно проводили замену старой кровли. Летом, в разгар ремонта, прошел сильный ливень. Были затоплены кабинеты с четвертого по первые этажи. Это привело к необходимости проведения срочных восстановительных работ. Вот мы сейчас с вами находимся на четвертом этаже. Здесь у нас были затоплены кабинеты психолога, три аудитории. И вода прошла у нас на третий этаж, и там частично три кабинета у нас пострадали. Поэтому, соответственно, было принято решение. Временно приостановили финансирование ремонта актов, это спортзала, и перешли к восстановлению аудитории, то есть учебных помещений. Как рассказал заместитель директора горстройпроекта «Иналтарба», была полностью демонтирована и восстановлена старая кровля. Затопленные кабинеты на третьем и четвертом этажах были полностью отремонтированы. Заменены окна, двери, проведен ремонт стен, потолков и полов. Также в некоторых кабинетах была восстановлена электропроводка. Работы велись в сжатые сроки, чтобы не прерывать учебный процесс. Что касается спортзала, в случае продолжения финансирования работы, планируют завершить в течение двух месяцев. По спортзалу были демонтажные работы выполнены, стен по полу, пристройка выполнена, это санузел душевая, мужская, женская, разделенные кровля под санузлами, и отштукатурены стены, и залита стяжка пола. По завершению работ здесь должен будет быть спортивный зал, совмещенный как актовый зал параллельно. Здесь должны будут проводиться и спортивные мероприятия, и также какие-то выступления проводиться будут. Руководство школы выразило большую благодарность администрации города и правительству страны за оказанную поддержку. Выражаем, безусловно, огромную благодарность и от лица администрации школы, и от педколлектива школы, и от учащих своих родителей, потому что, конечно, здание нуждается в ремонте, и эти работы, они очень своевременные. Мы благодарим и наших выпускников, наших депутатов, которые оказали содействие в осуществлении этого ремонта. Капитальный ремонт школы номер 14, проведенный впервые за более чем 50 лет, подчеркивает приоритет, который власти страны придают образованию молодежи. По поручению президента Аслана Бжаня в этом году были обновлены несколько учебных заведений республики. Обновление школьной инфраструктуры создает более комфортные и безопасные условия для обучения, что способствует повышению мотивации как учащихся, так и педагогов. На платформе Абаата в Гагре уложили новую брусчатку, провели ремонт балюстрад, заменили электропроводку, установлены новые лавочки и мусорные урны. Стоимость ремонтных работ 22 миллиона 846 тысяч рублей. С места работы репортаж Сарий Кварцхелия. Абаата – пассажирская платформа на окраине Гагры. Это транспортное сооружение мостового типа, возведенное в Жайкварском ущелье между двух тоннелей. Станцию открыли в 1943 году и назвали ее «Гагра-курорт». Своё современное наименование она получила в 90-х годах. Более 30 лет это место находилось в удручающем состоянии. Несмотря на это, платформа хорошо сохранилась. Здесь буйная растительность быстро пожирает следы присутствия человека. Однако, если очистить Абаату от травы и кустов, она будет выглядеть так же, как и 70 лет назад. Вот так выглядит станция Абаата сегодня. Здесь завершился ремонт, который начался больше года назад. Из них три месяца ушло только на расчистку территории от растительности и вывоза мусора. Всё убиралось вручную, так как подъезда для техники не было. Вместо заросшей платформы сегодня современная инфраструктура. Из проведенных работ полная замена электропроводки, полная реставрация балюстрат, укладка брусчатки, также бордюра. Установили лавочки, горшки, растения. Также мы полностью отбискоструили туннели, полностью отреставрировали навес пассажирский. Здесь работы у нас окончены. В планах у нас восстановление станции Гагрипш. Историческая железнодорожная станция Абаата была восстановлена силами АЖД. Ремонтные работы обошлись почти в 23 миллиона рублей. В турецком городе Измире с 27 сентября по 26 октября откроется выставка «Картина бхазских художников АИЭС». Асиды Ахуба, Адамура Аршба, Абшихагба, Астанды Чамагуа, Батала Джапуа, Сабины Кварчелия, Дианы Хинтба, Олега Чедия, Саиды Квициния, Архипала Бахуа. Курирует выставку ДНФ Хуваж Синэ Эргюн. Ранее выставка проходила в Стамбуле, где вызвала большой интерес как у местных жителей, так и у туристов. В завершении выпуска расскажем о погоде. 27 сентября ожидается облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 24 градуса. На этом информационный выпуск «Амшик Шара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok